Шейх, брат мусульманин спрашивает. У меня такой вопрос. Здесь в Европе есть интернет-магазины. Это те же самые магазины, в них просто цены чуть немного дешевле. Их название Золанда или Амазон и так далее. Некоторые братья заказывают товары на фальшивые данные и не оплачивают его. Потом продают такие товары. У меня вопрос, можно ли их покупать или же брать в подарок этот товар? Жозак Аллаху Хайра. Бисмиллах, альхамду лиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Там два вопроса. Первый вопрос, можно ли так покупать товары? Мусульманин, с кем бы он не заключал договора, он должен договор довести до конца. Будет торговля, тоже является договор. Договор между двумя человеками, или же между человеком и компанией это покупать, тоже является договор. Если, например, я пошел в магазин, сказал, дай мне этот товар, завтра деньги принесу. Я обязан, кто бы этот человек не был, хоть это будет враг Аллаха, хоть он будет кафир, кто бы не был, если я договор заключил, я договор должен до конца довести. Это же касается, например, то, что он назвал компанией Амазон или другие, которые в интернет-магазине, ты с ним заказываешь товар и отправляешь свои данные или чужие данные с условием, что ты будешь, как товар получишь, оплотишь. Увидишь, товар понравится, оплотишь. Если нет, товар возвращаешь. Если ты такой договор заключил, ты уже должен оплатить. Харам не оплачивает уже. Хоть ты говоришь, это кафирский, но кафирский договор заключил, ты мусульманин, дал слово, что ты оплатишь. Если ты уже дал слово, и кафир понял, что ты должен ему оплатить, ты уже должен его оплатить. Ты уже дал на товар деньги. Ауфу бель-укуд, Аллах Хурани говорит, свои договоры соблюдайте, довести до конца. Будьте верны. Будьте верны в своем договорах. Из-за этого, если в магазине ты купил товар, ты должен деньги отдать. А если уже такой товар является товар харамным, путем, который он получил, его подарки получит, или от него покупать, помогать ему, что дальше харам делать, мы не имеем права, Аллаху Алану.